Привет, дружочки-пирожочки, смотрите, у меня тут какая красота, куча пакетиков, мы сегодня будем распаковывать, и я прикоснусь к прекрасному вместе с вами, потому что у меня здесь азбука вкуса и акция, музей имени Пушкина, картинные картины, картинная галерея у нас сегодня здесь на наших с вами глазах появится, откроется, и вот такие пакетики в акции азбуки вкуса. На 2700 рублей нужно купить товаров, и вам дадут вот тогда такой подарок, бесплатный пакетик, и вы его сможете открыть, и там будет картина и стикер определенный, разные могут попасться, это сюрприз пакетики, какие мы не знаем, вот могут быть и редкие, могут быть повторки какие-то попадаться, но вот дают они в подарок в таком случае, купить их нельзя, а вот можно купить альбом, такой альбом для коллекционирования этих стикеров, мы к нему обратимся, 899 рублей этот альбом стоит, и его можно приобрести в азбуке вкуса также. А вот эти вот также можно получить дополнительно за товары из определенных категорий, но более подробную информацию я укажу в описании под этим роликом, все оставшуюся. А мы давайте начнем распаковку, может быть в конце ролика я еще более подробно расскажу, там всякие интересные фишки есть, секретный флоупак, вот этот вот секретный САШ, вот этот пакетик получить, как расскажу, и еще некоторые интересные особенности акций, про игру расскажу, ну в общем давайте смотреть. Пока будем открывать. Открываем бумажный пакетик, ничего не видно, прощупывается тут вот так, ничего не понятно. Вот здесь у нас, видите, Винсен Ван Гог, красные виноградники, вот это здесь, то что нарисовано, а что здесь мы не знаем. Здесь какая картина нам попадется, сейчас мы и узнаем. И вот, смотрите, вот такой вот объемный стикер, это сейчас очень модно, клеить их особенно на чеклы от телефонов, на компы, вот такие вот объемные, видите, значит, стикеры. Здесь нарисована картина, тем более с картины, с галереи. И тут написано, Поль Гоген, пейзаж, лошадь на дороге. Мы можем посмотреть на эту картину. И теперь у нас в коллекции есть эта картина. Вот, подробности, вот можно по этому QR-коду пройти. Вот, в коллекции есть одна квартира и картина, квартира, картина. И ее можно будет добавить в свою виртуальную коллекцию. Ну, в общем, тоже покажу дальше. Пока мы будем распаковывать. Давайте распакуем, посмотрим, что следующая попадется. Какая следующая картина попадется. О, следующая картина новиночка. Значит, «Дама в белом» картина называется. Посмотрите, какая прекрасная картина. Вот она. И, конечно же, с этой картины очень круто выглядит. Ну, видите, такое придает вот это сверху покрытие, придает объемности и такой сочности этому изображению. Вот, такая картина тоже теперь в коллекции тоже есть. Сейчас откроем несколько, дальше начну их собирать уже в альбом. Покажу вам, слушай, альбом. Отдельная фишка. Так, пока идем. Хорошо, без повторок, да? А, нет, сказал я, и у меня повторка. Так, давайте куда-нибудь зароюсь сюда, открываю. О, отлично, отлично. «Девушки на мосту» картина. Так, сейчас сфокусируемся. Ну, прекрасная. «Девушки на мосту». Вот. Ну, действительно, «Девушки на мосту». Больше узнать про эти картины можно, естественно, посмотреть в интернете, а можно и сходить и в музей. И в него, даже если мы собираем эту коллекцию, даже нужно сходить. Это будет чуть позже, но и рассказано. В чем прикол. Так, вот такая «Девушки на мосту» или «Белая ночь». И она также в музее имени Пушкина находится. Так, повторки пока в эту сторону. А, три картины я уже собрал, получается. Так, вот, еще одна новинка, еще одна новинка. «Девушки в черном». Вот опять мне, смотрите, на девушек везет. Девушки в белом были, теперь девушки в черном. Такие красотки. Не, ну круто будет смотреться, знаете, эстетично на всяких гаджетах. И где бы ни наклеить, такой, типа, «О-о-о, я, типа, увлекаюсь картинами, видели ли вы? Я знаю, что это за картина». Тебе, пожалуйста, что это такое тут за картина? Ой, это уже была лошадка. Вот, что это за картина у тебя тут на твоем чехле? Или там у тебя на рабочем столе? Или у тебя... Что это такое? А это, между прочим, сельский праздник, картина, вот, 1911 года за авторством, значит, Кэр Ксавье Русселя. Вот, значит, находится в ГМИ имени Александра Сергеевича Пушкина. Знали ли вы? Вот, и можно, да, помимо того, что ничего себе, какая красивая картина. Ну, картина и правда красива. Нет, прям здесь, вот, прям, смотрите, с краски, да, сочнее. Картина и правда красива, и можно еще знаниями блеснуть, да, а еще про нее что-то узнать, прочитать, вообще класс. Так, я считаю, что крутая акция, приучает к прекрасному, знакомит и просто развивает внутренний богатый мир, и так богатый, и еще более богатый. О-о-о, голубые танцовщицы, голубые танцовщицы, эти балерины, какие красивые, ничего себе. Вот эта вот красота, можно, можно их совмещать, комбинировать, смотреть, какие картины, например, девушки, девушки, балерины, даму там какую-нибудь, вот. Очень много картин с женскими персонажами. Будут ли мужские, будут ли мужские. Ну, в принципе, можно, наверное, узнать, да, какая коллекция, что есть, какие есть, более подробно. Но, и мне-то интересно так посмотреть, смотрите, у меня уже сколько разных. Вот, сосна Сент-Тропе, сосна Берто, вот такая вот красота. Поль Синьяк, вот. Красиво, красиво. Эстетично, эстетично. Нравится, нравится. Карточка есть, есть. Слушайте, ну, прям круто, иду, давайте еще несколько открою, и дальше уже буду собирать коллекцию в альбом. Ага, вот эти у меня, смотрите, все время попадаются. Дальше буду собирать коллекцию в альбом, и покажу вам, когда уже что-нибудь у меня там поднаберется. Но это сегодняшнем выпуске. Так, все, пошли повторки, да, это опять девушки. Так, парнишки, будет мне еще редкую найти. Картину, редкую картину. Так, опять это повторочка. Давайте, посмотри, опять, да, все, сейчас начнутся. Ну, конечно, как только собрал, сколько-то уже, какое-то количество, так всегда у меня идет. Начинают у меня идти повторочки. Очень много лошадок. Так, давайте загребущие руки-загребуки у меня будут. Так, и открывуки. И, о, новая попадуки картина. Отлично, отлично. Так, новую картину показываю вам. Вот. Нападение Ягуара на лошадь. Вот это, вот это да. Анри Руссо, 1910 года. И вот такой стикер. Нападение Ягуара на лошадь. Обалдеть, просто, ребята, я в шоке. Сколько всяких картин. Ну, давайте, сейчас вот я открою, и будет повторка, да, по-любому же. Да, повторка. Давайте еще раз открою, и будет повторка, да. И мне как-то хочется, чтобы не было повторки. Ну, ладно, я как это, азартен, да, получается. Прям хочу еще и еще открывать и находить неповторки. Находить неповторки. Ну, кручу-верчу. Неповторки найти хочу. Так. О, все. Все, вот на этом я остановлюсь. И дальше, ну, в ускоренной вам покажу сборки что-нибудь. Но перед этим я начну заполнять альбом. Белые кувшинки. Ух, какая красота. Какое сочетание цветов. Вы посмотрите. Да, вот эти сверху. Ива плакучая, или что-то такое. Деревья, трава. Зеленая уже, наверное, позеленевшая, да. Вот эта вот, как это называется, конструкция. Мостик, да. Болотце какое-то зеленое. Короче, куча оттенков зелени. И очень красиво выглядит, да. Клод Мане. Белые кувшинки. 1899 года картина. Красота. Очень красиво выглядит. Сейчас покажу вам, что и как. Повторку, наверное, на какой-нибудь... А, телефон не покажу вам, да. А вот на... В альбоме давайте сейчас посмотрим. Так, вот у нас альбом. Альбом наш. Тип, значит, большой такой альбом. Из очень плотного картона сделан. Да, его отдельно можно прикупить. И можно и так собирать. Стикеры просто. Если ходите в «Вазбуку вкуса», собирайте. А можно и альбом. Альбом открывается. Он на магнитах, да, получается. Да, на магнитиках. Вот, открывается. И здесь что мы видим? Здесь мы видим вот такие рамочки. У каждой... Каждая рамочка подписана. Каждая рама отдельно. Каждая сделана в своём дизайне. И... Не знаю, вы увидите или нет, но вот здесь это текстурировано. То есть, здесь у нас такой гладкий картон. А здесь прямо чувствуется выпуклая вот эта рамочка. Это прикольно сделано. Прикольно. Значит, здесь всё это в углублениях. А здесь, наверное, чтобы хранить карточки, да? Вот это. Сейчас я посмотрю, проверю. Да, это для того, чтобы можно было сохранить карточки каждой картины из этой коллекции. Вот. И сюда, в принципе, мы что делаем? Вкладываем, вклеиваем. Ищем, например, белые кувшинки. Где-то у меня была же, да? Белые кувшинки. Белые кувшинки. Вот. Она мне попалась как раз. И белые кувшинки. Стикер. Сюда можно вклеить. Вот так вот я отклеиваю. И вклеиваю сюда. Стараюсь ровно, но как получится, конечно. Вклеиваю сюда стикер. Вот так. Картина есть на месте. Она в моей галерее. Сейчас я вклею остальные. И посмотрим, как это смотрится. Просто из-за камеры не очень удобно. Козану вспомнил, что можно и как вклеивать, тоже записать на ускоренную съемку. И включил ее только во второй половине. Вот. Итак, значит, вот что у нас получается? Вот такой альбом. Давайте посмотрим. Такой альбом. Открываем его. И в нем вот картиночки. Картиночки. Картины. Да? Вот эти вот. Значит, помимо того, что их можно клеить на всякие устройства, ну, вот тут предназначен непосредственно альбом для вклеивания. О. Так. И вот эту вот еще одну, да, пропустил. Еще одну пропустил. Или это повторно? Сейчас посмотрим. Нет, по-моему, у меня не было. Да. О, одну чуть-чуть не пропустил. То есть, вот сюда мы вкладываем в этот конвертик карточки. Вот. И, видите, вот у меня так вот собирается потихонечку коллекция. Сейчас я буду распаковывать в надежде, что у меня получится хотя бы собрать большинство картин. Потому что осталось вроде как немного, да? Ну, где-то половина. Вот. Такая история. Ну, а пока я буду собирать, расскажу вам всю информацию по акции, которую вообще знаю. Подробнее вы, конечно, сможете найти на официальном сайте, который будет в описании для информирования вам чисто. Вот. Ну, а я погнал собирать и смотреть, что у меня в итоге будет. Давайте еще раз. До 21 октября. В Азбуке Вкуса. Вы можете получить один флоупак со стикером за каждые 2700 в чеке, с картой лояльности и также заказах онлайн. Зеленый флоупак. Одну из 17 картин можно получить в Азбуке Вкуса. 16 регулярных. И одна картина Давида редкая. А розовый флоупак. Конкретную картину Жанна Самари можно получить в галерее Пушкинского музея после покупки билета на входе. Кстати, нашедшему редкую картину Давида Азбука Вкуса организует эксклюзивное мероприятие. А еще на один месяц все стаканчики для кофе с собой объемом 300 мл будут в дизайне акции. И также в приложении Азбуки Вкуса можно посмотреть игровую механику, связанную с акцией, и дополнить свою коллекцию картин с помощью сканера стикеров. Все будет в описании. Так, смотрите, вот в итоге три картины еще я тут получил. Три картины. И остается у меня один, два, три. Осталось уже немного пакетиков, но я попробую все-таки собрать. О-хо-хо! Я собрал еще две картины, и мне не хватает одной, которую, да, можно получить в Пушкинском музее имени Пушкина. Значит, можно получить там. Круто! И будет у меня вся коллекция. Вот это супер! Значит, вот мне, значит, кандинские синие на многоцветном и Винсент Ван Гог море в Сент-Мари. И я их добавляю сюда. Чудесно! Выглядит очень красиво, гениально, я считаю, прекрасно. Прекрасно я действительно прикоснулся к прекрасному. Это все можно подержать в руках, посмотреть. В общем, круто-тенечко. Так, по приложению, значит, посмотрите. Приложение Азбука Вкуса. Смотрим и переходим. Значит, здесь есть все подробности, вы можете узнать. И можно играть в игру. Так, вот. Если мы играем... Сейчас мне нужно будет войти. О, я зарегистрировался заново, поэтому, смотрите. Можно выбрать... Играть в игру. Значит, видите, у меня здесь пока изначально дается одна игра. Нельзя ловить лягушку, ножницы, облако и огонь. И мы вот таким образом... Забавная такая игра. Но, в общем, нужно ловить, набирать очки. Очки потом можно тратить в этом же приложении для прокачки своих персонажей. Для набора большего количества очков, скорости, какие-то есть заморозки и прочие фишки. Ой, вон, видите, столкнулся, сразу потерял сердечко. Ой, как только я доберу максимальное количество попаданий в меня, то игра закончится. Пока я собираю. Потому что все это монеты. О, пропустил. Кажется легко, а на самом деле ничего подобного. Ничего и не легко. Вот. Сейчас как пройду игру, да? Они там сейчас ускорятся, начнут в какой-то момент. А, а, нет, нет. Нет, кстати, тут реально без вас что-то никак не шло. А, вот, все. В личный кабинет. Вот, 36 монет я собрал. Можно выбрать, играть за вот этого гепарда, можно за павлина, можно за корабль играть. Рейтинг игроков можно посмотреть. И, видите, кто-то 140. Ну, кстати, не так уж и много, да, набрал. Ну, можно тут побороться. Я считаю. И за монеты. Видите, дополнительные жизни, неуязвимости, все такое. Покупать можно. А, выбрать уровень. Так, мне бы как-нибудь... Сейчас вы отсканируете стикер. Стикер нужно отсканировать. Сейчас я отсканирую. Вот, уровень разблокирован. Играть. И теперь, видимо, на фоне будет... А, вот что у нас. На фоне другая картина. Но такая же история, да? Мы тоже самое ловим. Здесь тоже так же ловим. Просто у нас другой фон получается. Ой, ой. Все, сразу все собрал. Тут еще музыка, слышите? Сейчас, чтобы меня YouTube не блокнул, но... Музыка. Вот так вот. Ха! Можно... А где галерею посмотреть? Играть. А, вот, ваша коллекция. Видите, вот у меня добавлен. Сейчас все добавлю. У меня моя галерея. Все добавил. И можно выбрать любую теперь. И играть. Ну, соответственно, часть картины будет. Музыкальное оформление такое же останется, но фон изменится. Ну, я беру сейчас ссылки. А-а-а! Вот такая игра. Можно играть. А, падать тоже нельзя, кстати. О-о-о! Как она называлась, да, раньше? Птичка какая-то такая. Вот, нужно было раз-раз. Эту птичка, да, чтобы она там не упала, никуда не врезалась. Вот это вот. Что-то такое. Старая школа. 116 монет мне. Ну, еще пока не хватает. Ну, в общем, вот такая. Такая акция прекрасная, я считаю, замечательная. Интересная. Кто ходит в Азбуку Вкуса, не пропустите ее. Любители азбуки, знайте, что можно вот такую акцию еще успеть застать и пособирать красивые картины. Да, ну и как я уже говорил фоном, значит, вот получить вот эту карточку, вот этот стикер. Можно только особым способом. Все. Все информация более подробная в описании к этому ролику. На этом все. Отклан... Я могу откланяться теперь. Я теперь прикоснулся к прекрасному. Могу вам сказать. Реведерчи. Вот. Больше не знаю ничего. Пока-пока. Ставьте лайк. Господа и дамы. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok